Здравствуйте! У нас на прямой связи сегодня оперная певица Валерия Стенькина. Валерия, здравствуйте! Здравствуйте, Вадим! Знаете, я когда изучал вашу биографию, обратил внимание на то, что «Соломея» — это один из самых важных спектаклей, оперных постановок в вашей профессиональной жизни. Я не ошибся? Это действительно так? — Это действительно так. — Вот «Соломея», ведь если вспомнить сюжет этой оперы на музыку Штрауса, это история, которая, как мне кажется, очень хорошо ложится на современную действительность. Меня удивляет, почему она еще, скажем так, не запрещена в России. У вас никогда не возникал такой вопрос. — Безусловно, у меня возникал такой вопрос, конечно же. И я как раз таки, ожидая от вас вопрос по теме «Что созвучно нынешнему времени», как раз таки прорабатывала в уме тему «Соломея» и тему «Парсифаля», который для меня не менее важен, как и «Соломея». Почему? Ну, наверное, оперный жанр, он же, в принципе, требует некой подготовки от людей мыслящих, от людей тонко чувствующих. А сейчас, к сожалению большому, посещение театра очень часто продиктовано не желанием сопереживать и как-то включаться в процесс, а с желанием соответствовать некому социальному статусу. Прийти, купить дорогой билет, прийти в престижный театр, сделать селфи на фоне прекрасных интерьеров, выложить в сети и поделиться с друзьями впечатлениями, что вот я приобщился к великому искусству. А вот задумываться уже о том, собственно говоря, что хотел сказать автор, что хотел сказать Оскар Уайт, что хотел сказать Рихард Страус, ну и так далее. Ну, возможно, просто нет времени или, может быть, даже желания нет, потому что жизнь и так сложна нынче. Я не знаю, но слава богу, что она идет. Могу только порадоваться этому. Вот то, о чем вы говорите, вот это желание сделать селфи, продемонстрировать статус. Это ведь в каком-то смысле, я сейчас очень вольно трактую, но это история про Соломею, которая спрашивала у Ирода, я хочу голову, дай мне эту голову. Он дал ей голову пророка, она к нему присосался, в итоге Ирод ее все-таки убивает, потому что он даже Ирод не выдерживает вот этого решения. Это ведь что-то очень похожее, когда ты приходишь в оперу, приходишь к искусству не для того, чтобы что-то от него получить, а для того, чтобы вот сосать эту кровь. Нет ли? Насколько это вольная и правильная интерпретация? Совершенно верно в последнее время. Увы. Знаете, Вадим, я думаю, мы с вами чуть позже поговорим о камерной музыке, которая для меня, возможно, даже в чем-то и важнее, и главнее оперной, потому что она тоньше, потому что она требует большего погружения и более тонкого контакта со зрителями и более полной отдачи артиста на сцене. И вот сейчас, в нынешнем времени, к сожалению, публика, опять же, возвращаясь к предыдущей теме, в погоне за вот этим вот ярким, изобразительным, в чем-то пафосном, не готова вступать в такой тонкий как контакт, а готова именно, к сожалению, как вы сказали, присосаться. И нам, артистам, от этого очень тяжело и очень трудно, потому что хочется, безумно хочется выносить на суд публики красивые и сложные программы, как это мы делали в 90-е, как мы это делали в нулевые. А сейчас публика хочет праздника, публика хочет расслабления и фейерверка в конце. Но это менялось когда? Потому что все-таки в России, если мы говорим о Большой театре, о Мариинский театре, ну это как главный такие флагманский театр Российской Федерации, это же очень большая, очень долгая и очень яркая история взаимоотношений театра и публики. При всех но и при всех исторических катаклизмах эти два театра, они как раз сохраняли знак качества. Что изменилось? Почему публика и аудитория начинают отказываться от того, что было раньше востребовано? Ну, я боюсь, изменилось самое главное, изменился сам принцип отношения к искусству. Сейчас и к артистам, и к постановкам. Сейчас важная составляющая маркетинг, это возможность заработать деньги, это возможность продать продукт. А продается не всегда самое лучшее, самое тонкое, мы это знаем из истории искусств. Таким образом, вкус медленно меняется, количество певцов увеличивается. Опять же, тут же мы об этом поговорим, я надеюсь, в связи с тем, что вырастает число учебных заведений, идет поток исполнителей, востребованы новые свежие лица, интересно делать звезд, интересно этих звезд продавать и, опять же, зарабатывать на этом хорошие средства. Но это получается некий конвейер, потому что звезда в звезде, наверное, рознь. Мы можем взять в качестве такого эталонного, Марию Каллас, например, да, и взять тех, кто появляется сейчас. Можно ли сопоставлять и сравнивать, как вы считаете? Нет. 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 А вот эпоха великих в оперной музыке? Категорически нет, и об этом говорили не только я, об этом говорила Джоан Сазерленд незадолго перед смертью, об этом говорил Николай Геуров, величайший бас современности, для меня современности сейчас уже, наверное, говорят прошлого века. Эти великие певцы, которые положили жизнь свою на алтарь служения вокальному искусству, которые, прежде чем выйти на большие сцены, прошли огромную школу по выучке, которые всю жизнь выстраивали голоса свои, которые работали над красотой и эстетикой звука, которые очень тщательно готовили партии. Оба эти великие исполнители в один голос заявили, что если бы они родились в нынешнем времени, вряд ли бы у них получилось сделать карьеру, потому что сейчас нужна быстрота, сейчас нужен натиск, сейчас нужна даже в каком-то смысле наглость исполнителя. А вот то самое качество, да, эстетика звука уже не так востребована. А эпоха великих, она, если закончилась, она когда закончилась? На Монсеррат-Кабалье или Монсеррат-Кабалье, опять же, мы приписываем к великим в силу того, что она очень известна еще и за счет того, что исполняла, например, песня вместе с Фредди Меркури. Это дает уже такой массовый охват и выводит ее за пределы оперной сцены. Нет, конечно, нет, безусловно. Для меня, безусловно, нет. Для меня исполнение с Фредди Меркури это только некая такая, знаете, вишенка на торте, что вот и великая, и божественная, владеющая всеми красками, всеми нюансами вокального искусства, может себе позволить похулиганить немножко на большую аудиторию. Безусловно, Монсеррат-Кабалье – это величайшая вокалистка, величайшая певица, величайший музыкант. И это разные грани совершенно. Творчество, талант. И вот когда ты достигаешь уже большого уровня, ты можешь себе позволить немножко вот так вот, знаете, расслабиться на большую публику, показать, что ты можешь и так, и немножко заработать денег. Вот в этом отношении я совершенно спокойна, и мне это приятно посмотреть. Но можно ли говорить о том, что на Монсеррат-Кабалье закончилась эпоха великих оперных певиц? Или это было бы неправильно? Нет. Нет. Ну, была Эдита Груберова, которая недавно ушла, великая певица. А жива еще Апрелин Милл, выдающийся драм-сопрано. Ну, можно, да, перечислять. Я просто сейчас не хочу тратить на это время. Но их становится, к сожалению, все меньше и меньше. Потому что, опять же, очень динамично движется процесс раскрутки различных артистов. Надо все время быть в тренде, надо все время все успевать, надо быстро учить и вливаться в мейнстрим, и быть на виду, вести свой блог, уметь записывать маленькие... Как это называется? Рилс. Короткие видео. Или не очень короткие? Да, короткие видео, да, в Инстаграме выставляться. Вот я не могу себе представить, например, чтобы Мария Калсина это тратила время. Особенно прочитав ее дневники, которые были изданы несколько лет назад. Ирина Гарринч, Анна Нетребко, звезды современной оперной сцены, они сопоставимы, на ваш взгляд, со звездами XX века? Слушайте, вы знаете, я Ирину-то знаю буквально с ее первых шагов появления на сцене. Мы с ней вместе выступали на фестивале в Сигулде, который доктор Каунс до сих пор проводит у вас под Ригой. И Анна, это был, по-моему, 98-й год, она совсем юная, очаровательная, тогда покорила публику, пила акватину, разина блестящая, абсолютно блестящая. Она тогда занималась со своей матушкой, и это ей, я считаю, просто замечательно повезло в жизни, что с самого начала она была в хороших руках, потому что вокальная школа очень важна для певицы. И я очень рада, что она состоялась на самых больших оперных сценах, что она востребована, что она очень интересная, она интересна и как певица, и как вокалистка, и как музыканта. Для меня она важная фигура, безусловно, в мировом оперном мире сегодня. А Анна Нетребко, о которой очень много говорят? Анна Нетребко вызывает огромное уважение. Безусловно, мы с Аней вместе учились, она на пару лет училась позже. Я помню, как она начинала. И вот это тот самый случай, когда я снимаю шляпу, что человек добился таких успехов, и сделал такой невероятный рывок в постижении вокальной техники, и сделал, опять же, такую выдающуюся карьеру. Более я не хочу продолжать разговор, потому что, ну, поэтому мы обе сопрано, Анна моя коллега, я остановлюсь на том, что она у меня вызывает глубочайшее уважение. Вот я когда готовил анонс к нашему эфиру, вы сказали, не нужно писать, что вы одна из мировых звезд оперной сцены. Но если посмотреть вашу биографию, если посмотреть бэкграунд, то, начиная с 1990 года, когда вы получили, если не ошибаюсь, гран-при на международном конкурсе в Тулузе, в вашей биографии были все крупнейшие площадки и Метрополитен Опера, и, понятно, Мариинка. Большой тоже был, да, у вас Большой театр? Да, мы были там на гастролях с Мариинским театром, мы возили кольцо Нибелунга. И при этом вы достаточно скромны в оценке себя, учитывая, сколько у вас было партий, сколько у вас было, с кем вы работали, от Гергиева, Ростроповича и так далее. Там просто если перечислять все фамилии, не хватит эфирного времени. Почему вы так скромно себя оцениваете? Меня родители так воспитали неправильно. Наверное, плод советской школы. Ну, не знаю, знаете, я как-то предпочитаю копать вглубь, а не наружу. Мне интереснее расти, чем восхищаться. Расти над собой, нежели восхищаться. Я предпочитаю восхищаться другими. У вас был достаточно большой период работы в Мариинском театре. В 96-м году, если не ошибаюсь, вы как раз впервые вступили в качестве... 20 лет, да, с небольшими перерывами. 20 лет, значит, 23 марта 96-го года я пришла. И 9 февраля 16-го года я вышла в партии гувернантки в опере «Поворот винта Бриттена». И вот на сегодняшний момент это был мой последний выход на сцену в Мариинском театре. Но насколько я понимаю, Гергиев вас пригласил в театр и ушли вы из-за Гергиева из театра? Нет, вы знаете, это не совсем так. Если быть откровенной, со мной случилась... Да, я тяжело заболела, буквально сразу после последнего спектакля. И эта болезнь предполагала в процессе восстановления, фигурально выражаясь, учиться заново ходить, а учиться заново дышать. Это, естественно, заняло некий период. Естественно, пришлось... Понимаете, что работа певца – это не только работа связок, это работа мышц, всего тела. Довольно долго пришлось восстановиться, когда я постучалась в дверь Мариинского театра, мне не открыли. Ну, у меня человек гордый, я больше стучаться не стала, поэтому я сейчас пою камерные концерты. Но это больно, это тяжело вот так не вернуться на сцену? Конечно, 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 очень. Как вы адаптировались уже, когда стали давать концерты, камерные концерты, как это было? И что вот этот опыт вообще даёт что-то исполнителям, поскольку это переживание, это такая личная драма или даже трагедия, и это, наверное, всё-таки находит отражение в дворчестве тем или иным образом. Это так? Конечно, это так. Да, есть ли у нас связь сейчас? Я считаю, извините, это какой-то самый спамовский звонок сейчас был, простите, ради бога. Да, вот возвращаясь к тому вопросу. Вы знаете, это тяжело, безусловно. Учиться заново ходить, и после физической травмы это тяжело людям, которые, возможно, сидят и печатают, сидят даже за кассы. А когда это связано с взлётами, ведь у меня... Знаете, если сравнивать служение театру с отношениями между людьми, у меня был очень страстный роман с Мариевским театром. Очень. Я, когда пришла, мой приход туда тоже был необычен, ведь Георгиев предложил мне спеть партию. Я не помню точное число, да, но вот прослушивание было, по-моему, то ли 14-го, то ли 15-го февраля, а спектакль я пела 23-го марта, представляете? А партию я до этого не знала. То есть нужно выучить, подготовиться. Я выучила, представляете, на немецком языке, я выучила партию, я ввелась в сложнейший спектакль. Спектакль был очень красивый, Джоли Теймер ставила, и Любовь Казарновская, кстати, очень хорошо пела премьеру тогда. Вот, и мы форсированными темпами, у меня весь дом был завешан листочками с текстом, я мыла посуду, у меня передо мной первая сцена висела. В спальне висела вторая сцена, в коридоре третья. Я репетировала одновременно танец, одевальщица, балет был на гастролях, одевальщица бегала мне, раскрывала эти крылья, всем покрывал, подносила, уносила. Это было фантастическое время совершенно для меня, понимаете? И потом, когда я всё-таки это спела, 23 марта, можете представить себе ощущение, да. А как вы учите текст на иностранном языке? Там же меняются итальянский, немецкий, ну и так далее. Ну, во-первых, я учила языки. Я брала частные уроки, потому что, к сожалению, обучение в консерватории наше не предполагало выучки иностранным языкам, обучению иностранным языкам. Когда я приезжала на свой первый международный конкурс, и мне было очень завидно наблюдать за своими коллегами, которые приехали из Италии, из Америки, и легко переходили с языка на язык. Я не могла себе это позволить, потому что английский в масштабе средней общеобразовательной школы, это вы понимаете, это ни о чём. Итальянский в консерватории тоже как-то по верхам не особо глубоко изучался. И, в общем, как-то так вернувшись после очередного конкурса, я себе взяла коуча и начала учить немецкий, то мне начала учить французский, итальянский. Вот таким образом. А «Соломея», вы знаете, она достаточно просто, вот если что касается языка, это, пожалуй, самое простое в выучке текста. Потому что там текст один в один, как у Оскара Уальда. Песе. Я сама сделала перевод сразу же, и текст выучила. А вот музыку было сложнее учить, потому что там полиметрия и такая своеобразная штраусовская мысль. Ну и отдельным, конечно, пунктом идёт вокальная партия, которая требует очень большой выносливости, очень большой эмоциональной отдачи. И вообще, знаете, после каждого спектакля я тогда бежала в церковь, потому что ощущение было не самое приятное после сцены с головой. Вот тут как раз про голову. Да, я уже вначале говорил о том, там можно перечитать сюжет, кто не читал, посмотрите, это всё доступно. Ну, это послание, этот месседж, который опера сейчас несёт, может быть, иногда, скажем, переоценивают вот эту историю, там, Дон Джоан, финал Дон Джоана, да, это что? Это наказание или всё-таки это поощрение, что Фури вывозит его в ад и так далее? Насколько верно сейчас всё это интерпретируется, в том числе режиссёрами, в том числе теми, кто делает постановки сейчас оперные? Как вы думаете? Ой, знаете, вот к режиссёрам нынешним у меня очень много вопросов накопилось, очень много, потому что иногда господа, которые примеривают на себя этот костюм, не особо понимают вообще наш жанр, который сопряжён не только связью с текстом, но который требует ещё неких нюансов, связанных с музыкальной тканью, да, и с условиями существования певца на сцене. Но самое главное, да, интерпретация. Интерпретация очень часто уходит. Хотя я сама, например, люблю в Фейсбуке похулиганить и посочинять альтернативные истории различные, да, и я как бы готова. Если это сделано талантливо, если это сделано с умом, если это меня трогает, я готова принять любой вариант, да, даже в современном варианте, на кухне или, там, я не знаю, на стройке где-то, если это концептуально, если это продумано и талантливо, да. А если я вижу, что человек хочет себя через призму Моцарта подавать, да, и у него джуан вообще не соответствует совершенно персонажу, которого задумал Вольфганг, наша модель, вот тут я уже становлюсь фурией, честно говоря. И то же самое касается Соломей. Соломея, мне кажется, в любом случае персонаж, который не заслуживает оправдания никаких. Я вообще не знаю, для чего вот было написано, да, тут сложная такая тема, экзистенциальная. Об этом можно очень долго говорить. Наверное, чтобы взорвать, наверное, чтобы что-то вскрыть, и, наверное, чтобы люди ещё раз подумали о том, собственно говоря, в общем, а что происходит в нашей жизни и ради чего вообще стоит жить, и что делать своим фетишем, и делать ли вообще это. Может быть, здесь речь идёт о некой преемственности зла, потому что когда Ирод, на котором негде ставить клейма, удивляется тому, что делает Соломея, и что хочет Соломея, и он не выдерживает и отдаёт приказ её убить, здесь показывает, что есть абсолютное зло, но, кажется, предела в этом всё равно нет, потому что Ирод, который демонстрирует собой некий абсолют, он удивляется тому, что есть кто-то, кто ещё страшнее, и это Соломея, когда он просит эту голову. Вот достойная дочка своей матушки, достойная племянница своего дядюшки, безусловно. Ну а что, разве сейчас что-то иное происходит в мире? Ну, оперные постановки, они препарируют зло? Там вообще больше о зле или добре? Потому что, если мы посмотрим, там много трагического, там много... Это точно не ханжеский жанр, потому что вот сейчас принято считать, что вот это нельзя, об этом нельзя говорить, это нельзя показывать, это надо блюрить. Опера — это вообще про эротику в том числе, там очень много. И у Пучини, и у Оскар Вальд, опять же, там тоже много. У Соломея она начинается с чего? Ирод начинает вечеринку, вечеринка, по сути, оргия. И никто этого не скрывает и не боится показать. Да. И всё равно это о красоте. И всё равно это о любви. Несмотря ни на что. И у Пучини. Может быть, это контрастность, через которую показывают, вот есть что-то такое очень жёсткое, контрастное, а потом ты приходишь к чему-то правильному и хорошему. Есть в этом такой элемент? Конечно. Конечно, безусловно, я и говорю, что, возможно, через какой-то ад можно прийти к очищению и к правильному пониманию какой-то сложности жизненной. Взгляд со стороны. Скажем, если вы работали, если не ошибаюсь, с Дэвидом Фрименом, он австралийский режиссёр, и он, опять же, если я правильно помню, он работал с Прокофьевым, он ставил «Огненного ангела», да? Да, гениально, абсолютно гениально. К сожалению, я не принимала участия в этой постановке, но спектакль был фантастический. Вот этот взгляд извне, Австралия, Россия, Прокофьев, даже чисто географически это какое-то безумное расстояние. Он приезжает в Мариинку, он работает с Прокофьем. В каком спектакле, выясним, пересекались, кстати, в какой постановке? Соломея, во второй постановке «Соломея», когда вот как раз-таки он меня раздел, вот, собственно говоря, что было очень сложно для меня сделать, но в итоге произошло. Да, вы знаете, ну, мне кажется, здесь не имеет значения Австралия, это Южная Америка. Здесь вот как в музыке, как и в любви, в ней нет границ, в ней нет расстояний. И если человек что-то правильно чувствует и понимает, не имеет значения его национальность. Даже, вы знаете, может быть, может быть, даже и не требуется какого-то особого образования и понимания изнутри профессии. Иногда бывает какой-то, знаете, вот Бог диктует, как, например, знаете, о системе вокала, которая безумно сложна, безумно может обучать человек, который за всю жизнь не издал ни одного звука и может быть прекрасным педагогом. А человек, который был великолепным певцом на сцене, он может испортить, в итоге отказаться от преподавания, как это сделала в своё время Софья Петровна Преображенская. Поэтому то, что у Фримена это получилось, это можно только Богу поблагодарить и судьбу, что это так случилось с нами, чтобы был такой спектакль. Вы выступали в Сиднейской опере, как раз в Соломеи, да? Нет, не в Сиднейской, а в Мельбурне. В Мельбурне. В Мельбурне. Да, были гастроли. Мы туда летели с большими приключениями. Можно сказать, второй день рождения у нас случился. Потому что мы летели как раз, когда начался конфликт на Ближнем Востоке. И очень долго, по-моему, 36 часов мы добирались, и с самолёта сразу же на сцену. В общем, такие были гастроли. Сложные довольно. Ну, место, сцена имеет значение, где вы выступаете? То есть вы чувствуете эту разницу? Потому что Николай Соскоридзе рассказывал о том, что когда ты танцуешь в Большом и в Мариинке, немного по-разному считаешь, это балет. Я понимаю, там размер сцены отличается, и, соответственно, он это чувствовал. Но, тем не менее, вот он как раз говорил, и там место намолено, и здесь место намолено. Большие традиции, и конкуренция постоянно. Большой театр Мариинский, театр, там, наверное, такая изначально это заложено. Есть разница на сцене? Конечно, колоссальная разница. Огромная разница, потому что, прежде всего, даже, знаете, я бы не стала говорить о каких-то таких вот загадочных вещах. Ну, во-первых, разная публика сидит совершенно в зале. У нас ведь в Петербурге считается публика холодной. И чтобы её разогреть, это нужно, в общем, приложить достаточное количество усилий. Особенно, когда выходишь на сольный концерт. Особенно, когда выходишь со сложной программой, предположим, песен. Шуберт, Моцарт, Шуберт, Брамс, Вольф, Рихард, Штраус. То, что, к сожалению, сейчас практически не исполняется. И вот для того, чтобы заслужить бурные продолжительные аплодисменты, овации в конце, это надо очень постараться. На оперной сцене проще. На оперной сцене всё в помощь, декорации, костюмы, оркестр, партнёры, движения. И, в общем-то, контакт с публикой найти легче. Во всяком случае, я так себя ощущала, когда пела на оперной сцене. А вот когда ты один на один стоишь у рояля и только концертмейстер в чёрном смокинге, и ты в концертном платье, которое ты не меняешь на протяжении всего концерта, и ты должен в каждой песне прожить жизнь и нарисовать картину интересную. И чтобы публика поняла тебя, когда ты поёшь на испанском языке, на немецком, на норвежском, даже на финском, это отдельных усилий требует и очень больших вложений. Но я, собственно, с этого и начала. Это похоже на... Знаете, если говорить... Да. Да, я вас слушаю. Просто перебыл. Вот для меня, если говорить о намоленных сценах, о любимых площадках, это в Петербурге, безусловно, малый зал филармонии, зал Энгельгарта. Это сопоставимо с малой сценой в драматическом театре, когда... Я просто вот помню, что я смотрел один спектакль на большой сцене и такой же спектакль на малой сцене. И ты понимаешь, что на большой сцене ты вдалеке, и там больше декораций, больше людей, а на малой сцене вот я, как зритель, и вот артист. И между нами там чуть ли там 40-50 сантиметров. И я вижу всё, что происходит у него на лице, каждый жест, каждую реакцию. И очень сложно, очень сложно, видимо, всё-таки увлечь меня, как зрителя, потому что я увижу любой нюанс, любую фальшь. Это похоже? Вот это близкое такое? Под микроскопом вас разглядывают? О, да. Особенно, когда нет сцены, бывают такие концерты, когда ты поёшь просто в какой-то красивой гостиной, в особняке, во дворце, и вот стоит рояль или даже пианино, боже мой, где только не приходилось выступать. И публика сидит буквально в паре метров от тебя. И ты выходишь, и ты понимаешь, что все начинают рассматривать твоё платье, твои туфли, твою прическу, как ты дышишь, как у тебя там, как ты, не дай бог, поперхнулся или слюна вылетела, какой ты делаешь жест. Понимаешь, что ты должен два часа продержаться. Ну, это безумно интересно. В этом коротком контакте тоже есть определённого вида драйв, и это очень здорово. То есть вот эти две степени взаимодействия, они интересны, и они очень привлекательны. А как вы подбираете репертуар для именно камерных концертов? Ну, безусловно, я пою то, что я хочу петь. И стараюсь, чтобы программа была красиво выстроена, чтобы композиторы дружили друг с другом. То есть как-то знаете, такой есть присказка от Баха до Оффенбаха программу строить красиво. Всё же таки надо подбирать эпохи созвучные друг к другу по стилю, по языку, чтобы, знаете, вот, например, Чайковского с Брамсовым некрасиво сочетать в силу того, что, в общем, как-то не очень любил Пётр Ильич. Да. Или там Шостаковича рядом с, не знаю, с Дебюси, мне кажется, не очень хорошо поставить. Ну, а так обычно, знаете, интуитивно вот уже сколько, в 90-м году я первый раз в малом зале филармонии спела концерт и ещё тогда мой концертмейстер Иосиф Рившиц меня обучал, как правильно от конца выстраивать программу, какие композиторы первого отделения, чем надо заканчивать, как нужно строить понарастающий концерт. И уже выработалась некая такая система, что пока меня, как бы, мой вкус не обманывал. А Вагнер, учитывая, что ваш дебют на Метрополитен как раз в Нью-Йорке, это Вагнер, это Гибель Богов и Валькирия, да, вы выступали в Нью-Йорке? Я в Гибели пела Гутруно, Валькирию я только страховала. То есть, получается, вторым составом? Вагнер, вот его форма, его музыка, его вот эта энергия и неоднозначность, опять же, мы часто, насколько это правильно, другой вопрос, связывать личность композитора с его музыкой и вот этот бэкграунд. Но, тем не менее, Вагнер может подходить для, скажем, таких концертов камерных? Можно ли его петь? Можно. Конечно. Во-первых, у него роскошный цикл на стихи Матильда Визиндонг, в которую он был влюблён, где Тристан представлен в двух песнях прекрасно. Почему не спеть «Смертью Зольду»? Я, например, пела «Смертью Зольду» в конце концерта. И это был мощнейший завершающий аккорд. Если хороший инструмент, если хороший концертмейстер, а у меня сейчас очень хороший концертмейстер, то это шикарно звучит. Если это, опять же, созвучно программе, если выстроено всё туда гармонично, очень движется к такому окончанию. Для меня Вагнер вообще один из моих любимейших композиторов. Он мне очень близок. Он, знаете, такой, ни на кого не похож. У него очень яркий свой язык и очень свежий. И его отношение к тексту, причём текст очень глубокий, и текст не всегда можно понять, он философский, и с текстом надо отдельно работать. Кстати, нам очень повезло, к нам приезжал шикарный коуч из баварской оперы маэстро Тримборн, который тщательно прорабатывал и нюансы произношения, и нюансы стилизации вагнеровской, когда была постановка кольца Небелонгов, Тристана и Соломей. Было колоссально интересно с ним работать. Нам очень повезло, очень повезло в этом отношении. И Вагнер для меня это, наверное, вершина один из напихки высокоинтеллектуальной музыки. А вот то, что Вагнер очень неоднозначно воспринимается в силу разных обстоятельств и из-за того, в чём он вообще невиновен и непричастен, его очень любил Гитлер, или, по крайней мере, Гитлер делал вид, что любил Вагнера. Здесь есть дискуссия. Это было на самом деле или ему просто нравилась эта музыка для того, чтобы показывать и поддерживать свой имидж? Там есть нюанс. Вот насколько ответственность художника, композитора за то, что кто-то его полюбил и использует, может быть, даже монополизировал какая-то идеология тоталитарный строй? Как вы думаете? Ну, как может композитор отвечать за своих потомков? Фот привлекла, возможно, некая пафосность в увертюрах к неким операм вагнеровским нашего злодея. А вот про Парсиваль что-то я у него не помню упоминаний или про Тристана. А для меня, например, Парсиваль и Тристан это высочайшие произведения в мировой культуре. Их можно изучать всю жизнь. Вот если быть музыковедом, можно всю жизнь изучать эти два полотна глубочайших. И если исполнять эти партии. Поэтому очень мало хороших исполнителей в силу того, что опять с чего мы с вами начали, что наше время требует быстроты, скорой выучки, давайте экспромтом, давайте нахрапом, давайте с одной репетиции. И возможно от этого вагнеровская музыка немножко теряет сейчас. А про ответственность ну что тут можно сказать? Он писал сердцем, мне кажется. А то, как и кто это воспринял, это уже ответственность не вагнера, а это уже ответственность тех, кто воспринял и тех, кто потом интерпретировал это восприятие. Это уже некая спекуляция, мне кажется. И это неправильно. Я бы вообще не стала углубляться в такие темы, честно. А интерпретация со стороны дирижера, это важно. Вы работали и с Гергеем, и с Янсеном, и со Спиваковым тоже, да? У вас был опыт. Нет, со Спиваковым я не работала никогда, я работала, кстати, сказать, с замечательными дирижерами из стран Балтии, с Саулисом Сандецкисом, с Витаустасом Вержонисом, Юзасом Домаркасом, совершенно замечательные музыканты. Вот. А интерпретация дирижера, так от этого всё зависит. Мы, конечно, можем какие-то свои пожелания высказать, если маэстро захочет их услышать. Да, но хороший маэстро захочет. И, кстати, сказать, с Гергиевым у меня никогда не было проблем музыкального плана. Никогда. И вот одни из самых потрясающих моментов, когда как любовная связь, я сравнивала это с прекрасным партнёром, также вот это слияние в единой музыкальной фразе, вот один из этих моментов был связан с Гергиевым, это была премьера оперы Парсифа. Когда, знаете, на одной волне, когда идёт такое свободное музицирование, когда-то уже оторвался от текста, а тогда, знаете, он очень ответственно отнёсся к постановке Парсифа. И у нас, по-моему, было то ли 17, то ли 18 оркестровых репетиций. Это было возобновление Парсифа после огромного перерыва, потому что Парсифа, по-моему, последний раз ставился до революции. И настолько всё было тонко сделано, отрепетировано, музыка идеально была сделана. Идеально. И можно было уйти в свободу, в полную свободу. И это было потрясающе. Это то, о чём я вспоминаю с большой любовью. А ваша совместная работа с Ростроповичем? А с Ростроповичем, конечно, это подарок был. Он устраивал фестиваль Шостаковича в Петербурге в 98-м году, по-моему, в феврале или в марте я затрудняюсь. И он выбирал исполнительницу на концерт, в котором в первом отделении играли три, знаменитый Трио Шостаковича. А в втором отделении ведь эту программу сам Шостакович придумал. Несколько концертов. и первый вариант, который был исполнен в Москве еще при жизни композитора, вот этот концерт, который пела я, пела Галина Вишневская. Так, на минуточку. И Ростропович устроил прослушивание, он прослушал нескольких певиц, московских и петербургских, и в итоге выбрал меня, это было очень приятно. И поработал со мной и с концертмейстером над сатирами на стихи Саши Черного и тремя песнями на стихи английских поэтов, которые Шостакович поставил в программу этого концерта. Это было безумно интересно, потому что Ростропович рассказывал то, как Шостакович работал с Галиной Вишневской, какие замечания он ей делал и что он хотел услышать в этом произведении, потому что произведение очень необычное произведение, непростое, произведение, как и поэзия, такая, знаете, едкая сатира и очень характерный язык Шостаковича, который нельзя было исполнять буквально, как, знаете, некое красивое произведение, хотя, как я ни пыталась, в итоге, всё-таки Галина Павловна мне сказала после концерта пару ласковых слов, что ты, мать моя, Аиду исполняешь, это же сатиры, вот, ну, видно, мало мы занимались с Ростроповичем, потому что он пытался рассказать об интонациях, которые присущи каждому из романсов в этих сатирах, а потом мы это повторили, эту программу уже в Токио на фестивале, который повторялся уже на сцене Токийского филарманического зала. Он был невероятно остроумен, он был очень точен, он был очень требователен, и вместе с тем, знаете, как-то так по-доброму работал, и выслушивал мнение исполнителя, и как-то мы существовали в диалоге в момент, когда мы готовили это. Вы же подписали письмо против того, что в России называется СВО, это было после февраля. Это как-то повлияло на вашу жизнь в России после? Ну, наверное, да. Наверное. Но я хочу сказать, что люди, которые меня окружали, они так и окружают меня. И для меня сейчас это главный, мой ближний круг. И тот, как говорят, сейчас пузырь, который вокруг меня существует. И я могу, несмотря на что, заниматься творчеством. Пусть не на тех сценах, на которых я раньше могла выступать. А есть музыка, композитор, который, на ваш взгляд, может объяснить, что со всеми нами происходит? Кто наиболее близок по, скажем, такой, какая музыка фиксирует время в вашем представлении в наше время сейчас? Сегодняшнее? Шостакович, безусловно. Хотя, вы знаете, а почему не Моцарт? А почему не Пуленк? Ведь тут главное, понимаете, тут же нельзя всё линейно, буквально, да, как-то привязывать. Шостакович, он вообще мне очень как-то, может быть, по характеру как-то он мне так вот подходит. Его некая резкость, его желание сломать стереотипы, его желание. Сейчас как раз-таки я консультировала одного баса, который репетировал казнь Степана Разина. Кроме того, что там бесконечно упоминается имя, от которого моя фамилия произошла. Но вот сама фактура написания и текст, и то, что всё время ломается ритм, то, что всё время меняется размер. Ни одного так-то похожего, ни одной, как сказать, красивой мелодии, ни одной нет. Я вот это очень люблю. Поэтому, кстати, я очень люблю, ещё вот я хочу отдельно сказать, очень люблю нашего ленинградского, петербургского композитора Геннадия Банщикова, о котором возможно. Вы слышали когда-нибудь о нём. Я читал однажды в упоминании, но не очень много, к сожалению. Это потрясающий композитор, который очень скромный человек, он неподалёку от меня живёт, практически, он из дома, по-моему, не выходит. Но он написал невероятные произведения по глубине, по оригинальности своего языка. Я, например, написал кантату «Облака» на стихи Иосифа Бродского и посвятил её мне, так не повезло. Я её исполнила несколько лет назад, уже много лет назад, и после этого её никто не исполнял. И нигде её не исполнял. А я не могу понять, почему это происходит. Потому что вот эта музыка, кстати сказать, «Облака» на стихи Иосифа Бродского очень бы сейчас подошла. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир. Валерия Стенькина, оперная певица, была с нами на связи. Спасибо вам и до следующего раза. Всего вам доброго. Благодарю вас. Спасибо.